Рядовым жителям округа название проекта «Биотех-С» вряд ли что скажет. А вот тем, кто содержит и разводит лошадей, он хорошо известен. Именно для питания скукунов изначально предназначался выпускаемый корм. Но все чаще к ним стали обращаться зоопарки, и было решено расширить производственную линейку. Где-то три года назад мы сделали специализированную линейку для травоядных животных зоопарков. Это вот элемент нашего проекта. И еще один элемент мы сделали для домашних грызунов линейку. Это морские свинки и шиншиллы. То есть мы расширяем наш проект на растительноядных зверей. Светлана Валерьевна Горелова – кандидат биологических наук и к делу подходит со всей обстоятельностью ученого. Об инициативе собрать корма для зоопарков Донецкой и Луганской народных республик узнала от общественников, которым не раз помогала. Молодая гвардия совместно с Видовским станичным казачеством уже организовывала акции по помощи и спасению животных. Сегодня мы решили провести вот такую необычную акцию. Московский зоопарк собирает гуманитарную помощь. И помочь братьям нашим меньшим, я считаю, что это просто необходимо. В этот раз будет отправлено более 500 килограмм различных кормов. В акции приняли участие и рядовые жители округа. Грачик Бадалян не только помогал отгружать мешки, но и принес коробки с кормом для домашних питомцев. Сам он скоро организует акцию для сбора гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской республик. Живу я в горках, узнал, что проходит такая акция помогать животным Донбасса и решил тоже поучаствовать. Будем проводить мастер-класс в поддержку жителям. То есть будем там собирать благотворительную помощь и отправлять туда нашим друзьям, жителям Донбасса. Корма производится из травяной муки, люцерны и разнотравия, куда замешиваются специальные добавки и витамины, которые призваны положительно влиять на здоровье и самочувствие животных. Помогать зоопаркам планируется на постоянной основе. Мы уточним, какие виды животных они кормят. И мы на вторую поставку уже сделаем специальные составы. Сейчас мы выдаем травяную муку со средним содержанием белка, которая подходит большинству травоядных животных. Проект «Биотех-Ц» участвует в программе импортозамещения. Все производится из отечественных ингредиентов. А значит, российские животные голодными точно не останутся. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.